Более 50 тысяч человек, 180 стран и неделя, чтобы решить главные проблемы человечества. В Сочи стартовал 19-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Самарскую область представляют 125 делегатов. Образовательные тренинги, презентации регионов, дискуссии и обмен опытом. Мария Шпакова о первом дне масштабного форума. Более 50 тысяч ученых, активистов общественных организаций, молодых политиков из 180 стран мира. Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России в третий раз. В 1957 и 1985 годах молодежь со всей планеты принимала Москва. В этом году впервые в истории Сочи. И фестиваль бьет все рекорды по количеству участников. Дерзайте, создавайте свое будущее, стремитесь изменить этот мир, сделать его лучше. Все в ваших силах. Главное упорно идти только вперед. В день открытия встреча с президентом. Среди тем, о которых говорят, проблемы экологии, здравоохранения, поддержка молодых ученых. Самарскую область на мировом уровне представляет делегация из 125 человек. Площадку региона посетил временно исполняющий обязанности губернатора. Ну как у вас настроение? Настроение отличное на самом деле. Все очень интересно, отвлекательно. Самарский регион не потерялся на фоне всех остальных других регионов. Очень ярко себя представил. Нам было очень интересно и очень гордо. На выставке Всероссийского фестиваля молодежи и студентов в Сочи Самара представляет то, чем действительно можно гордиться. Макет уникального этнокультурного комплекса «Дом дружбы народов», который сейчас строится в Волгаре. Научная разработка Самарского медуниверситета. 3D-стол для операций. Программное обеспечение ориентировано как на студентов, так и уже на практикующих врачей. На основании создания, вернее, вот этой базы, да, мы имеем возможность 3D-моделирования той патологии, которую мы получаем на основании компьютерной томографии или магнитной резонански. То есть, во-первых, получив из больницы Середаевна снимок, там эксперт-врач высокого уровня может посмотреть. И выстроить 3D-модель? Нет, диагноз поставить, во-первых, да, там помочь. То есть это я больше сейчас про удаленные. Понятно, что вот сейчас люди едут с удаленных, в том числе, территорий Самарской области. А в общем, это может необходимости отплатить, да, потому что дистанционно отрабатывать. Гостям фестиваля предлагают написать привет из Сочи с помощью самарской 3D-ручки. А в презентационной части рассказывают о достопримечательностях города и региона. На площадке «Битва роботов» ученые из Самарского технического университета показывают, как с помощью руки-джойстика можно упростить жизнь и в офисе, и в космосе. Наш регион, который сегодня завоевывает признание известность не только в стране, но и в мире, конечно, нуждается в том, чтобы о нем узнавали как можно больше людей в разных уголках земного шара. И лучшей площадке их представить, наверное, сложно. Общение самарских делегатов с главой региона, полтора числа диалога в режиме открытого микрофона. Говорят, кажется, на все темы. Рассказывают о своих проектах и задают вопросы, которые волнуют. Очень приятно, что глава региона, хоть и, в общем-то, не так давно, который работает на этом посту, уже в теме практически всех ключевых событий, владеет информацией и понимает те темы, которые волнуют сейчас нас, волнуют молодежь. О том, что волнует молодежь, говорят на всех площадках фестиваля. В Сочи уже прошли встречи с федеральными министрами Вероникой Скворцовой и Сергеем Шойгу. В программе на ближайшую неделю образовательные тренинги, мастер-классы, дискуссионные площадки и все, чтобы те, за кем будущее мира, помогли решить главные проблемы человечества. Мария Шпакова, Новости губернии, Сочи.